каких-то пару лет назад на месячную российскую московскую зарплату в турции можно было жить месяца два а сегодня меня москвича со стажем турция удивляет до колик в печенке досмотрите это видео до конца и мы вместе разберемся можно ли выжить в турции на вашу зарплату как добраться какую валюту брать с собой где выгоднее менять где жить почем аренда авто и продукт дам рекомендации людей которые не покупали у меня рекламу но услугами которых пользовался я сам и все у нас прошло просто отлично кратко лаконично и только по делу меня зовут иван вы на канале авиатор подписывайся и погнали прилететь в турцию сегодня это наименьшая из проблем вам понадобится только авиабилет и загранник важно чтобы срок действия загранпаспорта был достаточным а это минимум четыре месяца на момент возвращения авиабилет сюда я купил за 10 тысяч рублей на одного плюс 3-4 тысячи за багаж тут надо ловить можно улететь и за 5-8 тысяч рублей ну а в среднем билет в эконом-класс на сегодняшний день стоит от 12 до 18 тысяч рублей летим где жить съем жилья это самая интересная часть это курортный городок макмутлар в оладьи по сути самое доступное жилье в турции где море русскоязычных которые накупили в свое время квартир и теперь не знаю что с ними делать они думали что купив за 5-7 миллионов квартирку у моря будут приезжать на месяцок другой об остальное время сдавать и получать пассивный доход но сейчас для таких бедолаг доступна только первая опция все потому что правительство турции решила выстрелить себе в ногу и под соусом того что приезжают туристы не в отеле она краткосрочный съем запретила сдавать квартиры менее чем на 100 дней без лицензии от мин туризма иными словами на месяцок приехать снять квартирку будет непросто жандармы реально ходят по адресам и если в квартире не владелец или не соблюдены правила сдачи выселения а собственнику штраф три с половиной тысячи евро закон был принят осенью 23 года и работает пока через пень но иностранным гражданам владеющим тут недвижкой это создало определенный геморрой если хотите купить недвижимость то стоимость достойных аппартов махмут лари начинается от 100 тысяч евро это порядка десяти миллионов рублей за эти деньги ты получишь неплохую двушку с отделкой возможно даже обставленную возможно даже с видом из окна и более того подавляющее количество таких домов имеет свой закрытый двор и бассейн каких-то домах есть даже сауны и тренажерные залы аренда нормальных квартир в сезон будет стоить от 800 до 2000 евро возможно вам покажется это дороговато но в сравнении с какими-нибудь сочами за аналогичные деньги турция выигрывает объективно контакты риэлтора который не подведет вы видите сейчас на экране благодаря вефе мы жили в шикарной четырехкомнатной двухуровневой квартире собственным малолюдным бассейном всего в пяти минутах ходьбы от моря так что купить продать арендовать квартиру в турции а также получить внж вы всегда сможете обратившись к ней только не забудьте сказать что от меня чтобы было понимание что это не чужой человек в этом коротком видео расскажу о том как брать машину в аренду стоит ли это делать и сколько вообще будет стоить вам эта машина первое и самое важное это то что бензин здесь стоит намного дороже чем в россии в среднем цена одного литра составляет порядка 45 лир 150 рублей за литр я считаю это конечно ту матч но в силу того что здесь не развиты электрички по-другому только на автобусах а на автобусах вы потеряете весь день тут либо такси либо аренда так как мне по роду моей деятельности нужно передвигаться по ланье много часто и в разные места в которые просто не ходят автобусы приходится брать машину на прокат это намного удобнее ты заправился и поехал туда куда тебе нужно но стоит это тоже не маленьких денег очень часто я вижу вот такую перевозку людей сидят набрали на бахчах собрали урожай и едут прямо в кузове какая красота есть три способа взять машину в аренду в алании первые из них это международные конторы типа европ кар херц ну и прочее либо вы берете какой-то сайт типа экономи букинг и бронируйте там это у тебя долгое оформление это страховка не самые низкие цены что немаловажно учитывая стоимость бензина здесь для меня этот вариант естественно отпал второй вариант это локальные прокатчики которые все собраны на вот этом сайте я забыл как он называется его напишу здесь вы можете найти недорогие машины здесь вы можете их забронировать будет все великолепно но у них тоже есть свои особенности если тебе машина нужна срочно вот как мне бывает раз и нужна машина сегодня или там завтра этот сайт хоть и предлагает низкую цену плюсом закидывает 100 евро за доставку автомобиля и чтобы мне получить машину за условные 25 евро нужно заплатить 125 евро просто за то что они ее мне привезут такая себе история 10 тысяч рублей отдавать за то что тебе просто привезли автомобиль поэтому я пошел по третьему пути это локальные конторы которые не представлены в интернете ты просто идешь по улочке какой-нибудь и видишь рентакар 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 так как я живу в кестеле это рядышком с махмутларом который как вы знаете наверное практически насквозь русскоязычный ты идешь и видишь эти конторки заходишь и спрашиваешь сколько будет стоить у них тот или иной автомобиль и для себя я нашел идеальную контору первое это очень низкие цены например сейчас я еду на рено клио такая же машина в экономе букинг международных конторах будет стоить тысячу восемьсот пятьдесят лир мне ее отдали за полторы 300 лир экономии в день для меня это больше тысячи рублей поэтому это существенная разница вторая немаловажная вещь отсутствие депозита я пришел в компанию спросил нужен для депозит на что ибрагим мне ответил на чистом русском языке я такой фигню не занимаюсь ты берешь автомобиль и просто едешь оплатив дневную ренту все ну и третье это оформление все вместе у меня занимает ну минут пять может быть 7 поэтому от чистого сердца могу порекомендовать именно эту контору по аренде авто в махмутларе приходите в эту компанию говорите ибрагим мне нужен автомобиль я от ивана все вам будет в лучшем виде обменяйтесь номерами и можно по ватсапу просто списываться мне нужен автомобиль на завтра какие варианты есть сколько будет стоит ибрагим даст вам весь необходимый расклад да возможно машины будут не самые там новые вот у меня рено пробег 37 тысяч километров до этого был фиат с пробегом в 60 что касается дорог дороги в турции отличные вот мы едем по трассе камера стоит даже практически не шевелится водить по турции одно удовольствие есть небольшой лайфхак на заправках кофе дешевле и лучше чем в кофейнях во многих турки очень любят чай поэтому на каждой заправке чай вообще бесплатно представляете кстати говоря ибрагим также занимается и недвижимостью так что купить продать или арендовать квартиру в турции вы также сможете обратившись к нему кодовое слово иван почему-то сложилось такое мнение что в турцию нужно ввести либо доллары либо евро мое личное мнение это полная чушь ехать вы можете вообще с любой валютой какой захотите хоть с наличными рублями да даже хоть и безналичными мало того что здесь полно магазинов которые принимают переводы на российские карты типа т-банка альфа банка яндекс банка и прочих так еще и миллион точек обмена валют где вы можете поменять хоть евро хоть доллары хоть рубли на наличные лиры а некоторые обменники принимают рубли на российские карты яндекс банк или банка и выдают вам наличные лиры везде курс где-то 3 235 максимум я видел 4 но эти ребята которых я нашел делают это под 2 и 9 вы видите их на экране это махмут лар но я уверен что такие же обменники есть практически в любых туристических городах турции как и в любой другой стране самым выгодным способом купить продукты являются сетевые магазины и рынки рынке тут каждом городе в определенный день из магазинов наблюдается несколько сетей мигра шок бин кори фур а 101 самым большим является мигра со самым дешевым бин сужу по нескольким товарам например вода и молоко из-за непрерывного падения лиры при одинаковой сумме твоя корзинка с продуктами все меньше и меньше давайте я выведу десяток продуктов на экран с ценами и вы убедитесь что в вашем магазинчике около дома все не так уж и плохо а вот алкоголь можно купить только в мигра 7 и кори фуре вообще ценник на продукты в этом году в турции просто атомный и постоянно растет бананы по 350 рублей меня вообще просто убили а мясо хоть и лучше чем в наших магазинах но стоит за предельных денег так как же сэкономить чтобы было где жить и что поесть я знаю отличное решение вам надо написать моей жене она турагент следующее сообщение здравствуйте елена мы хотим в турции у нас двое взрослых 7 дней в октябре и ваш примерный бюджет all inclusive только обязательно напишите слово all inclusive без этого магии не случится а и и и и и